всем здравствуйте меня зовут максим сегодня у нас тема психология клиента и триггерная карта касаний сегодня будет очень много полезностей очень много той информации которой мало где можно найти я буду говорить про фундаментальные вещи про то как влиять на клиента про то как заходить ему в мозг и манипулировать его поведением хорошем смысле меня зовут макс белоусов я являюсь экспертом по стратегическому и комплексному маркетингу я являюсь ведущим маркетологом с основателем агентства и венчер это мое агентство немножко тоже расскажу про него также вхожу в топ 100 лучших маркетологов россии снг по версии prbz и среди наших кейсов нашего агентства артисты black star продвижение их концертов тони роббинс в москве и по всему миру майами лондон австралия амстердам и так далее а также работали с аязом шабудиновым и более чем ста компании за различных ниш на вот секретом то ли тоже работали в курку сити холл более ста компаний это такие как black star сколкова лайк-центр компания миллиор также был там с основателем компании мастер сьют мтс втб и другие компании и так о чем мы сегодня поговорим план доклад до сегодняшний это трансформация клиента 2 это три уровня мотивации клиента 4 это триггерная карта триггеры дальше креатив и упаковка важный момент да тоже скажу сразу то что все слайды которые вы сегодня видите можно фотографировать и выкладывать в instagram если вы будете отмечать меня мой аккаунт instagram ник я всем кто это сделает обязательно вышлю полезные материалы по теме упаковки и стратегии вот а также дам хорошую скидку на услуги моего агентства вот еще раз мой instagram никнейм у меня небо табу можете тоже сфотографировать буду рад всем положительным отзывам о сегодняшней конференции итак давайте начнем и так доверие нужно завоевать отношения с клиентом это как отношение мужчин и женщин я очень часто привожу пример того что когда вы пытаетесь понять как коммуницирую с клиентом по сути маркетинг продажи это ну вообще любые касания с клиентом это как шаги навстречу к там серьезным отношениям там с мужчин и женщин да то есть когда вы скажем хотите там жениться выйти замуж вышли и сразу там идет в загс и говорить давай там завтра сделаем детей там и будем жить вместе вы к этому идете постепенно то есть первое там списывайтесь там социальных сетях потом назначайте первое свидание потом дарите цветы за это мы идете в ресторан смотрите кино делитесь какими-то историями жизни это все идет постепенно то есть на утепление контактов с клиентом требуется несколько касаний понятное дело что есть так называемые случайные продажи когда там вы подойдете на улице к девушке скажете пойдем загс она скажет да давай потому что она давно этого ждала но это скорее исключение из правил чем статистика и какая-то постоянная история поэтому первое что нужно запомнить то что отношения нужно зарабатывать доверие нужно завоевывать отношения это работа так же как вот вы устраиваете отношения с мужчиной женщины да там тоже самое нужно выстраивать доверие с клиентами первое чем мы сегодня поговорим это про трансформацию клиента соответственно когда вы работаете с клиентом когда у вас происходит какие-то какие-либо касания да там неважно там вы отправляете смс позвоните по заявке все это это трансформация клиента я выделил три основных состояний клиента с которыми чаще всего работает любой бизнес первое состояние клиента это состояние жертвы в таком состоянии клиент имеет какую-то проблему и пытается найти решение ну простой пример я хочу похудеть у клиента есть проблема хочу похудеть все он ищет решение как ему похудеть есть какие-то там за формы с диетами непонятными есть там личные тренера фитнес-зал и есть какие-то советы от бабушки дедушки от мамы и папы от друзей и так далее то есть куча решений да почему он жертва потому что он жертва обстоятельств он не может повлиять на ситуацию сам он пытается найти решение найти помощь извне это состояние жертвы дальше состояние осознанной это второе состояние клиента когда он знает как решить проблему и выбирает с кем ее решить до вот важный момент то есть получается что из-за состояния 12 он переходит тогда когда он определился с проблемой и теперь он пытается определиться а с кем эту проблему решить то что он точно знает что ему надо то есть до этого он думал ему нужно похудеть просто сейчас он Он понимает, что ему конкретно нужно сбросить 10 килограмм и, предположим, научиться контролировать колораж. Это конкретная проблема осознанного клиента. И, соответственно, с этой осознанной проблемой осознанного клиента он пытается понять, с кем ее решить. Соответственно, тут он уже выбирает, если он конкретно решил проблему в состоянии осознанности, точнее, решил решать эту проблему, масломасленное, в состоянии осознанности с фитнес-залами, с личными тренерами, то он уже выбирает решение проблемы из фитнес-центра. Скажем, какие параметры там могут быть? Отдаленность от дома, стоимость, наличие бассейна, еще какие-то плюшки, бонусы, социальное доказательство авторитетности этого фитнес-зала. Скажем, если говорить про какой-нибудь VIP-фитнес-зал, туда ходят звезды, может быть, это человеку важно, познакомиться с кем-то. Это, соответственно, второе состояние. И третье состояние – это состояние, называем, мастер, либо фанат. Ну, я не называл это фанат, потому что не всем нравится, как им решили проблему, как с ними повзаимодействовала компания, поэтому я назвал третье состояние мастер. Мастер – это человек, который, клиент, который решил свою проблему, и, соответственно, вопрос, который у него в голове стоит – какой опыт я получил, положительный либо отрицательный. То есть понравилось ли мне то, как мне помогли решить эту проблему, либо не понравилось. Могу ли я посоветовать это решение своим друзьям, знакомым, родственникам. Соответственно, есть три состояния клиента. Когда вы работаете с, скажем, у вас есть база клиентская, там, 10 тысяч, там, имейлов, телефонов, есть какие-то активные клиенты, есть какие-то спящие клиенты, первое, что нужно сделать – это сделать RFM-анализ. То есть нужно в трех плоскостях разделить вашу аудиторию на частоту покупки, количество покупок и данность покупки. При этом вы поймете, что, скажем, те, кто часто и много покупают, они, скорее всего, ну, как минимум находятся в состоянии 2, а чаще всего в состоянии 3, потому что они точно знают, что им нужно, какую проблему нужно решать, они точно знают, что эту проблему нужно решать с вами. И, соответственно, тут вопрос только в наличии денег у них и возможности у вас дальше покупать. При этом большая часть, там, 70-80, там, а то и 90% клиентов находится в состоянии жертвы. То есть они вроде бы оставили заявку, да, то есть у вас есть контактные данные этого клиента. Но при этом клиент еще недостаточно уверен в том, что эту проблему он должен решить именно с вами, да, поэтому он находится в состоянии жертвы. Ваша задача, если мы говорим про маркетинг, про касание, про триггерную карту, это помочь ему перейти из состояния жертвы в состояние осознанное, да. За счет чего? За счет каких-то определенных касаний, там, имейл, смс, полезных статей, там, не знаю, каких-то вебинаров, там, коммерческого предложения красиво оформленного, да. Это все касания, это все инструменты, важно понимать суть. Дальше. Чем меньше степень прогретости клиента, тем, естественно, больше касаний требуется. Вчера я проводил консультацию для одной большой компании, у которых оборот порядка 25 миллионов долларов в год. И у них стоит большая потребность в том, чтобы, у них большая база, естественно, у них большая потребность в том, чтобы, ну, клиенты закрывались хотя бы в предоплату. То есть хотя бы, чтобы там, ну, половина из тех, кто заказывает у них услуги, они хотя бы делали, там, ну, там, на 10-20 тысяч рублей заказ. Когда им обнял, что есть определенное состояние клиента, да, у них пришел инсайт, они понимают теперь то, что клиенты не покупают не потому, что им дорого, да, вообще, в принципе, такого возражения, как дорого, не существует. Дорого по отношению к чему? Он же звонит с какого-то телефона, у него есть как минимум айфон, да, то есть айфон для него недорого, потому что у него есть ценность. То есть он в плоскости компании Apple понимает ценность данного продукта, и он находится в состоянии осознанной, либо в состоянии фанат, ну, то есть степень прогретости, либо там уровень трансформации клиента. А конкретно с этой компанией он находится в состоянии жертвы, то есть он вроде бы, да, хочет решить эту проблему, но он не знает, надо ли решать с этой компанией конкретно, либо с другой. Поэтому я им расписал несколько итераций, касаний, там 3-5 касаний, где мы раскрываем ценность предложения компании, да, и клиент переходит из состояния 1 в состояние 2. Но при этом важно понимать, что если проанализировать базу, если проанализировать сложность вашей услуги, а бизнесы бывают реально сложные, то в разных бизнесах требуется разное количество касаний. Если бизнес и услуга сложные, то там нужно там до 10, а то и 20 касаний, чтобы клиенту объяснить, разжевать, родить в нем ценность, сформировать в нем потребность и объяснить, почему эту потребность он должен решать конкретно с вашей компанией. Поэтому мы сегодня как раз будем говорить про триггерную карту касаний, да, то есть как ее формировать, зачем она нужна, ну, уже, я думаю, в принципе, плюс-минус понятно, зачем она нужна, да, и ценность этой триггерной карты в любом бизнесе, да, даже если вы занимаетесь услугами, тоже там, маркетолог, это тоже важно. Как раз на примере нашего агентства я покажу триггерную карту касаний с новыми клиентами. Да, важный момент, что очень помогает при понимании прогретости клиента так называемый лид-скоринг. Есть определенные сервисы, которые помогают настроить бальную систему, да, вот, по-моему, в АМСРМ это можно сделать, там, либо в Битриксе, то есть вы назначаете баллы клиентам в зависимости от их действий, то есть нужно при этом анализировать пост-вью-аналитику, то есть весь путь клиента, начиная от того, когда он о вас не знал и увидел рекламу, перешел на ваш сайт, до момента, когда он у вас купил и второй раз купил, третий, там, и поучаствовал в партнерской программе. То есть весь этот путь нужно анализировать и назначать баллы за каждое действие. При этом ваш отдел продаж может интегрироваться в эту систему таким образом, что, скажем, он не всем клиентам будет предлагать ваши вип-услуги, которые стоят очень дорого. Ну, какой смысл предлагать вип-услуги человеку, который просто перешел на ваш сайт? Соответственно, тут как раз-таки помогает нам лид-скоринг. То есть если у клиента 10 баллов, если он почитал ваши статьи, посмотрел сайт, посмотрел вебинары, у него 10 баллов, все. Отдел продаж понимает, что он готов. То есть курица дошла до своего состояния, да, если там сравнивать это с жаркой курицей, прожаркой, да. Вы же не будете сырую курицу есть, правильно? Вот, естественно, курица должна настояться, поджариться до румяной корочки, тот же самый клиент. Поэтому лид-скоринг – очень крутой инструмент для понимания, в какой момент, когда клиенту звоните, что предлагать. Задача касаний – перевести клиента в другое состояние. То есть то, что я вот до этого сказал, вспоминаем три состояния – жертва, осознанный и мастер. Соответственно, задача любых касаний – отдела продаж, маркетинга, перевод клиента в другое состояние. Еще это называют как продвинуть поворонки. Вы, в принципе, можете в своем бизнесе создать, придумать несколько типов трансформации клиента, несколько состояния. Я выделил три, вы можете выделить хоть 10, хоть 20, да, там, как хотите. Это не портрет клиента, потому что портрет клиента, он, в принципе, на всем пути состояния, он один и тот же. То есть я один и тот же человек, мне там 29 лет, ничего особо в моей жизни не меняется. Но при этом меняется мое отношение к вашей услуге, к вашей компании. Поэтому важно понимать не портрет клиента, а именно состояние клиента и его отношение к вашей услуге компании в каждом из этапов трансформации. Поэтому в идеале, если вы прям нарисуете вот такую линию и составите описательный портрет состояния, то есть не клиента, а состояние. То есть что обуславливается его поведением, что ему важно, какая у него мотивация, какие у него страхи, какие у него желания. Дальше. Очень важный момент, о котором тоже многие забывают. Это прям супер-пупер важно. Первое касание должно быть простым и обеспечивать легкую точку входа. Что это значит, да? То есть здесь немножко шуточный такой слайд. Здесь имеется в виду, что когда клиент пытается найти там решение своей проблемы, либо с кем ее решать, как правило, первая точка касания у многих компаний супер-русная. То есть там сайт с кучей информации, там всякие видео, ссылки. Я это еще называю мультизадачный сайт или информационный сайт. То есть сайт не выполняет функцию конверсионности. То есть он не выполняет функцию взятия лида, взятия контакта. То есть там, ну, понятно, что сайты бывают разные. Есть сайты, которые делаются просто для галочки информационные, да? То есть они как вот, это как визитка, да? Но есть сайты, и в большинстве своем сайты такие есть, которые должны выполнять какую-то определенную задачу. Конверсионную. Взять контакт, взять предоплату, чтобы человек скачал какой-то лид-магнит, да? И компании всячески мешают клиентам это сделать. Берут кучу информации с них, там, телефон, имейл, имя, там, не знаю, адрес домашний, город. Вместо того, чтобы просто попросить имейл на первом касании. Вспоминаем отношения мужчины и женщины. Вы же, когда к женщине подходите, вы же ее не спрашиваете с первого раза, там, ну, если вы мужчина, да, там, женщины, там, соответственно, с мужчиной. Вы же не спрашиваете, там, человека, типа, там, слушай, ты мне понравился или понравилось, да, там, а скажи, где ты живешь, на каком этаже, какой номер квартиры и вообще, там, когда с тобой можно встретиться. То есть, ну, это как бы как минимум некрасиво, а как максимум отпугнет человека. Плюс это напрягает, потому что есть такое понятие, как кредит доверия, да? То есть, кредит доверия практически нулевой на первом касании, потому что человек только, клиент только пришел с рекламы на ваш сайт, он о вас ничего не знает, даже если вы классный, все равно вам нужно это доказать человеку. То есть, вам нужно это разъяснить, сформировать у него доверие к вам. А компании, соответственно, думаю, что как будто бы о нас все знают, и клиент настолько супер замотивирован, что будет тратить 10 минут на изучение нашего сайта и, там, мучиться с нашей лид-формой. Нет, он и не будет это делать, он, скорее всего, закроет, тем более, я еще называю это состояние сидящего в туалете человека, потому что, как правило, мы в интернет, в социальные сети заходим с мобильного телефона, 80% трафика с мобильного, да, сейчас идет, это факт. И когда мы заходим? Когда сидим в туалете, едем в метро, в такси, в общественном транспорте, там, едим, делаем какие-то дела параллельно с этим, там, на обеденном перерыве на работе или, там, не знаю, там, когда сидим на парах в университете. То есть мы делаем что-то параллельно, при этом мы не хотим запариваться, да, то есть мы не хотим тратить кучу времени на изучение сайта, на как оставить заявку. Сделайте, маркетологи, нам максимально простой, пожалуйста, вход. Вот. И поэтому я всегда говорю, что касание должно быть максимально простым для человека. Чем оно будет проще, тем больше у вас будет конверсий, тем больше валидов сосете в свою воронку, тем они будут дешевле. При этом помните, что на первом касании не нужно вываливать всю информацию о вашем предложении, о вашем сайте, о вашей компании. Клиенту нафиг это не надо. Подумайте, опять же, возвращаясь к триггерной карте касания, что на первом этапе важно клиенту понять о вашей услуге компании, чтобы он заинтересовался и чтобы ему продать следующий шаг, да. То есть, опять же, вспоминаем отношения мужчины и женщины. На первом свидании что важно? Важно заинтересовать. Как? Вы же не будете рассказывать всю историю своей жизни, как вы, там, не знаю, ходили в школу, в университет, как вы, там, первый раз подрались, как вы, там, выиграли олимпиаду по математике, там, я не знаю, сколько вы, там, денег зарабатывали, какую машину есть, нафига оно надо. Первое, это, ну, если говорить по отношению к женщине, мне кажется, это произвести какой-то вау-эффект, потому что женщинам всегда нравятся комплименты. Все, сделайте просто комплимент, скажите, какая ты красивая, то же самое с первым касанием для клиента. Дайте полезность, ведь все говорят про лид-магниты, про, там, не знаю, квизы, еще что-то там, то есть квиз это интерес, то есть триггер интереса, триггер любопытства, а что же там мне скажет по итогам теста. Именно поэтому это работает. И чтобы пройти квиз, ну, не обязательно клиенту всю информацию о себе вываливать, достаточно имейла, да. То есть постепенно, постепенно мы с ним знакомимся, и дальше уже можно запросить на втором касании телефон, дальше можно запросить, там, а что вам интересно, отсегментировав его спрос. После этого, как только мы понимаем, что ему, скажем, интересно вот эта услуга, мы конкретно про эту услугу ему рассказываем. То есть постепенно, по чуть-чуть мы прогреваем его, да. Вот, поэтому важный момент, первое касание должно быть простым, максимально простым. Если вы можете это сделать с помощью мессенджера, сделайте с помощью мессенджера, это идеально. То есть там человек нажимает одну кнопочку, все, ему не надо вводить свой телефон, он тут же сразу начинает с вами коммуницировать, либо там с вашим отделом продаж, либо с чат-ботом. Это простая точка входа, будет дешево, будет конверсионно. Дальше, второй раздел, который я сегодня хотел поговорить, это уровни мотивации клиента. Тоже мало кто об этом рассказывает, я сегодня с вами об этом поделюсь. Напоминаю, что вот мой инстаграм, небо табу, выкладывайте отзывы о сегодняшней лекции, и всем, кто меня отметит в сторис и подпишется, я скину полезные материалы по упаковке и стратегии. Также дам скидочку на услуги нашего агентства, так что обязательно подписывайтесь, также в инстаграм мне много полезного. Итак, уровни мотивации клиента. Существует три основных уровня мотивации клиента. Те, кто понимают, те маркетологи, основатели бизнеса, кто понимает третий уровень мотивации клиента, это прям боги маркетинга, они, соответственно, зарабатывают больше всех денег, их нанимают крупные компании, если говорить про маркетологов, а те бизнесмены, которые понимают третий уровень мотивации клиента, они зарабатывают кучу денег, потому что они понимают скрытые мотивы клиента. существует три уровня мотивации первое это явная мотивация что хочет клиент о чем он говорит да я приведу три примера чтобы вы меня лучше поняли так на всякий случай да есть возможность задавать мне вопросы вы можете задавать вопросы в чате я тут смотрю все мы мониторы либо под презентации да там где выступление моё и так явная мотивация что хочет клиент о чем он говорит либо там менеджер по продажам либо там вопросах там либо просто там когда с кем-то общается 2 2 мотивации на деле что происходит что делать клиент на самом деле и 3 это скрытая мотивация что хочет и делать клиент но не догадывается об этом при этом маркетологи об этом догадываться давайте рассмотрим примеры самый прикольный пример по моему мнению это пример с личным тренером фитнес-зале мне там максимально сейчас релевантно потому что я сейчас сбрасываю вес уже похудел на 9 килограмм может меня поздравить вот и я думаю что многим это тема тоже покажется знакомый а вы знаете я последний месяц каждый день хожу спортивный зал и какую картину я наблюдаю возможно вы тоже меня поймете если вы там ну каким то ли образом там приходили спортивный зал либо имели с этим дело значит я как правило тренируюсь один но наблюдая за людьми да там которые тренируются с личными тренерами что я вижу что я наблюдаю из часовой тренировки которая оплачивается да там тренеру полчаса как правило в основном женщины да там в меньшей степени мужчины но тоже как бы это происходит они общаются то есть они не занимаются там вместо того чтобы женщина качала попу там либо делала упражнения она обсуждает с личным тренером личную жизнь как ее бросил парень какой козел ее муж при этом личный тренер девушка конечно же она ее поддерживает они как подружки получаются да а если тренер мужчина то она с ним заигрывает да вот если вы как сказать ну согласны как минимум да ну хотя бы там наполовину со мной можете как-то там в чате там где-то там плюсануть вот я эту картину наблюдаю каждый день соответственно вот если рассматривать три уровня мотивации здесь то давайте разберемся вот явная мотивация какая была когда клиент об этом что-то говорит да какая явная мотивация у клиента когда он нанимает личного тренера ну личный тренер она скажет да если говорить про девушку мне нужен для того чтобы там составить программы тренировок чтобы он контролировал что я делаю правильно ли я там жму и приседаю ну и соответственно чтобы была психологическая поддержка да чтобы я там не сорвалась там с диетой вот что на деле происходит на деле а эта девушка дружит то есть она дружить с тренером или тренершей там ну зависимости от пола то есть тут получается выполняется больше психологическая до поддержка то есть не физическая да там на уровне там сядь там при сядь 20 раз я покажу как правильно делать приседы а именно психологическое а скрытая мотивация без обиды да там мне кажется многие девушки которых я видел спортивном зале которые хожу они если говорить про мужчина они смотрят на мужчину с точки зрения ну самца да то есть как бы они как минимум с ним там заигрывают как максимум возможно даже и там делать что-то еще это скрытая мотивация да соответственно тут очень тонкая грань что понимая скрытую мотивацию не обязательно ее выносить на первый план и говорить об этом прямо клиента потому что если вы скажете прямо то что приходите в наш фитнес-центр у нас подкачаны личные тренера с которым вы возможно будете встречаться да там когда ваш муж на работе но вряд ли там девушка на это согласиться потому что даже если это так даже если это правда клиентке в этом признаться будет ну как бы сложно потому что мы всегда хотим казаться лучше чем есть на самом деле и мы все играем в игру да вот есть такая книга эрика берна транзактный анализ игры в которые играют люди да то есть она сейчас очень популярна можете почитать там ролевые модели то есть ролевые какие-то паттерн и поведение которые мы отыгрываем в жизни с родственниками с друзьями там с тем там личными тренерами да и соответственно если нам прямо сказать о том что мы занимаемся с личным тренером потому что он для нас друг либо любовник ну как бы нам будет не очень хорошо в этом признаться да и скорее всего мы обидимся если на маркетолог об этом скажут но намекнуть об этом можно как просто показать на картинке накаченного тренера там с дружелюбной улыбкой который вот с открытыми жестами там скажем призывает прийти с ним позаниматься да и у девушки в принципе уже у самой сексуальной по тексту возможно появится да это как пример давайте дальше второй пример макдоналдс это факт то есть я сейчас только факт говорю 70-е года если говорить про америку макдоналдсе появилась в меню полезные продукты да то есть полезные блюда там салат цезаря всякие морковки яблочки то что сейчас тоже у нас есть как вы думаете сильно ли изменились объемы продаж в макдоналдс в этот период времени когда ввели новые продукты вот эти новые блюда отвечу да сильно при этом не за счет полезных продуктов а за счет как раз обычных биг магов чизбургеров картошки free и всякой неполезной дряни почему опять же три уровня мотивации клиента при этом маркетологи об этом знали тогда в моде был зож то есть люди ну как вот сейчас у нас да люди там бегают марафоны у них там приложение значит ну тогда приложение было как сейчас приложение тогда они там это обсуждали активно что вот я занимаюсь спортом я слежу своим здоровьем я там считаю калории так далее вот и соответственно вся эта мода она повлияла на фастфуд естественно просто люди стали меньше употреблять и при этом макдонс понимаешь если он как-то не будет в тренде то ну продажи сильно упадут поэтому что он делает он соответственно вводит меню эти салатики и так далее при этом что происходит клиент привык есть биг маки ему нравится фастфуд особенно в америке если вы были вот я в майами когда был там по работе там продвигая тренинг тони роббинс майами свидание судьбой меня посчастливилось там две недели побывать я заметил что там очень много фастфуда то есть там вот просто едешь по шоссе и одни фастфуды и очень мало полезной здоровой еды особенно которые можно приготовить дома они в принципе такой американцы не готовят дома все они покупают либо готовы либо там идут рестораны кушать и так соответственно когда ты питаешься с детства биг маками да и тут как бы все твои друзья начали думать о здоровье тебе естественно впадло признаться в том что тебе хочется дальше продолжать есть биг маки и ты хочешь купить индульгенцию того что ты правильный то есть ну как бы разрешение на то что типа ну я ну типа поставить галочку в голове что я на самом деле думаю о своем здоровье при этом тебе хочется есть те же биг маки соответственно вот представьте идешь там с другом по дороге вот макдональдс такой мак при этом ты идешь макдональдс и друг тебя ты куда пошел тебе же впадлу признаться другу что типа ну типа ну это зашквар будет сказать типа слушай а я пошел биг мак макдональдс купить да ты скажешь слушай я за салатиком подожди меня пять минут пожалуйста здесь и ты идешь подходишь к кассе заказываешь салат и тебя на кассе спрашивают а хотите ли к салатику что-нибудь еще там пирожок картошечку либо вот у нас есть биг мак там новый и ты говоришь да потому что тебе на самом деле этого хочется получается что ты заказал салат при этом купил биг мак и обязательно диетическую колу то есть вроде бы ты подумал о своем здоровье то есть ты успокоил свои нервы ты успокоил свое состояние внутреннее а тебе не зашкварно перед другом сказать что да я действительно ходил за салатом но при этом на деле что-то сделать и заказал вредную пищу скрытая мотивация здесь какая скрытая мотивация есть не на самом деле есть салаты а быть в тренде то есть быть в сообществе потому что самый мощный триггер в в сообществе у людей это быть частью общего частью целого самое страшное для людей это быть белой вороной потому что если вы почитаете там психологов различных там которые пишут про социальную психологию то ну в некоторых книгах встречается такой термин как не homo sapiens a homo social то есть мы люди уже неразумные мужа люди социальные нам важно быть частью социума частью какого-то целого соответственно когда все там думают о своем здоровье хотя при этом это просто картинка это пыль в глаза нас она думают а нам тоже хочется быть частью этого целого нам тоже хочется быть в тренде не курить не пить бегать там следить своим здоровьем но при этом нам хочется бикмак понимаете нам очень хочется есть третий пример журнал forbes либо журналы моды вог там esquire так далее явно мотивация какая что говорит клиент когда покупает журнал я хочу узнать о бизнесе все там я хочу следить за трендами моды да то есть вот вроде бы очевидно да но при этом самое забавное что 90 процентов людей которые покупают журнал forbes они не являются предпринимателем у них никогда не было бизнеса и вряд ли будет так тоже эти люди которые покупают журнал forbes это те люди которые на самом деле не хотят изучать индекс доу джонса не хотят смотреть там не знаю там как открыть бизнес читать статьи про это они листают рекламу они смотрят на топ-10 миллиардеров миллионеров россии там либо в рейтинг там по миру зачем им это надо чтобы прикоснуться к этому миру чтобы быть на чуть-чуть ближе к этому миру то же самое как желтые газеты желтая пресса да там газета антенна там либо какие-то там телеканалы которые рассказывают про там кто с кем переспал и звезд зачем это людям надо потому что они понимают что они никогда возможно не попадут в этот мир в это сообщество богатых знаменитых при этом им интересно эта жизнь то есть они смотрят какой дом кто купил на какой машине кто ездит вот это называется скрытая опять же мотивация да то есть журнал forbes покупает не те люди которые в списке forbes да то есть хотят оказаться да ну возможно там человек который оказался списке forbes он купит журнал по что он там есть да обычные люди ну зачем им изучать там опять же этим эти индексы доу джонса там за там макро микро менеджмент и так далее читать они просто хотят прикоснуться к миру богатых знаменитых вот и как правило эти журналы потом валяются в туалете и там их особо никто не читал даже не изучал просто полистали картинки соответственно если резюмировать те три примера которые привел про по уровням мотивации клиентов маркетологи монетизируют устремление людей замещая достижение цели то есть если опять же вспоминая личного тренера там вроде бы цель была для человека похудеть да но на самом деле у нее цель была не похудеть а найти себе друга либо сексуального партнера а если говорить про например другой пример про покупку дорогих спортивных машин мужчина может сказать мне нужна спортивная дорогая машина чтобы быстро рассекать там под 300 километров в час по шоссе но вопрос вообще в принципе где-то возможно под 300 километров в час особенно в россии рассекать мне кажется нет ну максимум там 120 по магистрали то если нет пробок соответственно тут другая какая-то мотивация клиента какая если это мужчина естественно внимание женщин получение определенного статуса социального что я молодец я состоялся до другой пример взять скажем магазин сум да там ну премиальный магазин одежды если говорить про три уровня мотивации да то когда скажем женщина покупает себе шубу она может сказать что это исключительно функциональная мотивация то есть чтобы мне не было холодно тогда хочет спросить а зачем тебе покупать шубу за полтора миллиона рублей если можно с тем же успехом купить за ну там сто двести тысяч может даже дешевле да она тоже будет тебя согревать мотивация то у женщины другая хочет выйти из магазина сумму с пакетом сумм показать всей улице какая я состоявшийся классная могу себе позволить дорогую шубу при этом она покупает не функциональность вещи она покупает эмоцию она покупать свое состояние понимаете да то есть еще раз маркетологи должны понимать что они продают не достижение цели устремление человека к этой цели опять же спортивный зал еще раз да продублируем не похудение а другое спортивная машина не четыре колеса быстрых на которые ты ездишь а другое дальше триггеры триггерная карта да то есть как мы можем цеплять внимание людей на каждом из этапов то есть вот вспоминаем да мы составляем триггерную карту касание предположим там 10 касаний от момента когда клиента нас вообще ничего не знает до момента когда он наш фанат да и на каждом этапе на каждом вот этой реперной точке касания мы должны понять какой триггер мы будем использовать триггеры это ментальные крючки влияющие на поведение людей на то есть опять же это психология это фундаментальное понимание психологии клиента да вот я очень часто на своих лекциях рассказываю да вот у меня есть тема психология маркетинга кстати я вот выступал с этой темы на амбик неделя маркетинга можете на ютюбе посмотреть очень интересное выступление многим понравилось там я как раз рассказываю более подробно про психологию клиента про вот эти триггеры и соответственно я там рассказываю да там и в 20 городах в этом году рассказывал что самое важное это понимать стратегию понимать фундаментальное поведение психологии клиента они инструменты потому что инструменты меняются каждый день до сегодня популярен тик-ток а завтра будет ток-ток а завтра будет так так или тик-ток или тик-тик или тук-тук какой-нибудь да каждый день меняются эти инструменты тем более если вы не маркетолог и у вас нет кучи свободного времени вы не можете держать руку на пульсе анализируя изучая каждый инструмент до двухтысячных были популярные одностраничники лендинги да там пять лет назад стали популярны мессенджеры сегодня тик-ток там завтра будет еще что-то популярно там туннели продаж там сервисы по автоматизации общения чат-боты и так далее это все инструменты поймите не важно каким инструментом вы коснетесь с помощью какого инструмента вы коснетесь клиента важно понимание какое должно быть это касание да то сейчас вот скажем если вы зарегистрируетесь на какой-нибудь вебинар вам скорее всего с 90 процентной вероятностью сделается автодозвон да где типа вам там записанный голос будет быть я вас жду там 7 часов вечера сегодня прикольно классно да ну а если задуматься по сути это можно было сделать и имейлом и смс к и так далее но имейл и смс меньше читать соответственно появился новый инструмент залезание в мозг клиенту это автодозвонку что люди как правило читают точнее отвечает на телефон если там незнакомый номер ну как правило так происходит да если у вас не стоит автоопределитель номер поэтому а если говорить про клиентов про внимание да то что я сейчас уже начал важно помнить что мы должны немножко разорвать шаблон то есть вывести человека состояние автопилота что такое состояние автопилота не не просто так я тут нарисовал зомби потому что в 90 процентов времени мы находимся в состоянии автопилота мы делаем все на автоматизме мы не задумываясь о том там иногда даже когда едем скажем в метро либо в такси читая книгу что мы прочитали и нам приходится перелистывать то что мы немножко такому типа туманом замутненном состоянии находимся да и в таком состоянии клиенты находятся когда серфит в интернете когда они там читают новостную ленту что-то ищут и видит вашу рекламу и если ваша реклама блеклая неинтересно не рвет шаблон и для мозга она как бы не является какой-то новой информации либо какой-то шокирующей информации не привлекает внимание да за счет текстов визуальных каких-то триггеров то он ее просто пропускает это та же самая баннерная слепота там почему потому что мозг работает на сохранение энергии если он будет анализировать абсолютно всю информацию которая входит ему в мозг то он мозг просто взорвется то есть он не сможет переработать весь поток информации входящий поэтому мозг выборочно анализирует информацию то есть если он понимает что это какая-то опасность либо это новая информация он должен создать новую нейронную связку в голове вот а так мозг очень сложно заставить все анализировать выше не анализирует под каким углом вы чистите зубы либо надеваете носки вы же не анализируете как вы дышите вот если вам скажу что вы сейчас дышите вам придется контролировать ваше дыхание но ведь до этого вы же не контролирую ваше дыхание вот как раз таки про это я и говорю то что в 90 процентов случаев мы находимся в состоянии автопилота то есть мозг делает все что делал до этого ну те какие-то паттерны поведения которые у нас повторялись он повторяет дальше почему разрыв шаблона работы потому что для мозга это опасность то есть если человек материться то есть если в рекламе мат используется либо секс сексуальный подтекст либо агрессия либо яркие цвета то у мозга сразу это вызывает такой немножко раздражитель такой да то есть это разложить это для мозга и он пытается понять что происходит особенно если на картинке изображено что-то либо на сайте либо в видео что-то нестандартное что-то а логичное что-то что не вписывается в мозг и он не может найти похоже то что он видел до этого предположим он видит пожилую женщину если вам сейчас скажу подумайте о пожилой женщине да то есть какие эмоции у вас возникают по отношению к пожилой женщине ну это какая-нибудь интеллигентная дама там которые там за может философствовать о своей там прожитой жизни а тут нам показывают бабушку который ярко накрашенные губы у нее не знаю там урок такая косуха гитара там и она там курит травку да то есть это разрыв шаблона то есть это как минимум привлекает внимание это как пример и вот как раз пример такой триггерной карты да то есть вот здесь важно понимать что мы должны выполнять три основные задачи маркетинга это привлечение внимания активации клиента активация это когда он начинает пользоваться нашим продуктом либо входит в демо режим мы ему говорим вот попробуй это попробуй то там почитай про там нас там а мы тебе скинули полезную информацию это как раз таки называется активация клиента и возврат клиента да то есть клиент нас что-то купил либо ушел ничего не купил мы его должны вернуть вот на эти три задачи как раз и акцентирую внимание когда мы прострелим триггерную карту вот это пример триггерной карты наше маркетинг агентство как видите здесь порядка 15 точек касания с момента когда падает заявку до момента когда мы клиенту что-то до продаем то есть когда мы ему оказали уже услугу когда мы сдали ему там подписанный акт приемки сдачи мы мы говорим слушайте а может быть вам еще там нужно вот этого да конечно вот это триггерная карта и на каждом на каждой точке касания на каждом этапе мы должны понимать как на клиента повлиять какая у нас коммуникация должна быть и мы выбираем инструмент этой коммуникации да и ответственную кто за это коммуникации ответственно отдел продаж там менеджер там клиентский сервис там из этом а чат бода там автоматизированные вот вот пример такой триггерной карты и можно простроить в сервисе миру да то есть это real time борт бывший соответственно клиент проходит путь от вы кто такие я вас не знаю да я ваш фанат да то есть по сути та же самая воронка да только более подробно расписаны очень важно понимать что когда вы будете простраивать триггерную карту касаний ни в коем случае не делайте ошибку эту ошибку я называю эффект бывшего почему бывшего вспомните пожалуйста были ли у вас какие-то модное слово сейчас абьюзерские отношения токсичные когда скажем вы расставались там с парнем с девушкой и он вам а потом там начинал там строчить личные сообщения типа привет как дела чё делаешь я тебе вспомнил там там пойдем погуляем что сейчас делаешь и вы не читаете и вас копится куча этих сообщений от вашего бывшего парня либо девушки и вам не хочется их читать но они продолжают сыпаться вот эффект бывшего очень часто встречается в автоворонках в рассылках особенно в телеграм-чатах то есть если вы сейчас откроете ваш телеграм чаты да у вас возможно будет кладбище из чатов таких вот автоматизировано да где вы там когда-либо что-то захотели просто там скачать лид магнит и потом сильно об этом пожалели потом там оказалось плюс 700 сообщений за месяц где вам просто шлют без спроса без понимания интересно вам дальше читать не интересно да то есть по сути тот же самый эффект когда вам рассказывал про отношения мужчин и женщин да то есть вы только сказали девушке привет она уже гад пойдем жениться да то есть получается тут важный момент какой нужно давать информацию порционно то есть не надо сразу наваливаться на человека и пытаться ему вывалить всю информацию ваши услуги продукте какие вы классные человек к этому не готов и он при этом не выказал желание инициативы вашу сторону да очень важно чтобы инициатива была именно от клиента то есть заинтересовать его это еще называется эффект сериала то есть когда вы смотрите сериал вам же скажем вот игра престолов да вам интересно смотреть следующей серии просто обрубается на самым интересным то же самое вы должны делать вашей коммуникации вы должны заставлять клиента ждать ваши следующего касания вашей следующей коммуникации ваш отдел продаж должен так звонить чтобы заинтересовывать клиента чтобы клиент ждал завтрашней встречи там по телефону либо в офисе как это сделать предложим звонить и говорите а мы для вас подготовили отчет в котором мы нашли три момента которые вас шокируют завтра вам расскажем все и клиент думаю что же они там нашли и он ждет этого звонка либо этого письма понимаете вот так нужно коммуницировать поэтому не надо выстраивать коммуникации с клиентом как эффект бывшего да то есть не задалбывать клиента нужно заинтересовывать клиента да прежде всего дальше креатив очень хороший инструмент для того чтобы привлечь внимание да там как-то зацепить клиента и провалить его дальше по воронке самый часто встречающийся сейчас то что я вижу в креативе это ситуативный маркетинг использование инфоповодов в рекламе в там в коммуникациях ну например там коронавирус самоизоляция там там трамп black lives matter и так далее то есть какие-то инфоповоды которые знают масса большинство и вы на них как-то играете почему это работает потому что для человека это знакомо то есть когда он смотрел новости он уже в курсе что вот есть там режим самоизоляции коронавирус и ну я думаю что он в принципе уже это даже почувствовал потому что находится на самоизоляции да и вы показываете рекламу которая обыгрывает как-то это то есть он это вызывает знакомые эмоции то есть это сразу эффект прикрепление такой до прицепа получается да то есть он знает об этом информа об этой информации он испытывает определенные эмоции по отношению к этому и вы прицепляетесь прикрепляетесь со своей услугой к этому прицепом идете и клиент вас ассоциирует с тем что у ему знакомо и он как бы хавает это быстрее чем нежели если вы ему пытались навязать что-то чтобы помню даст состояние автопилота чтобы мозг создавал новую нейронную связку вот это намного легче когда вы используете соответственно инфоповод какой-то то есть это весело это прикольно это вирально да то есть помню о том что если такое понятие к виральность то есть вирусный эффект поэтому я всем советую стараться использовать какие-то ситуативные механики ситуативный маркетинг в ваших коммуникациях с клиентами и последнее чем я хотел сказать это упаковка не перестану говорить что упаковка это самое важное что есть в бизнесе когда ваш бизнес в интернете или даже в оффлайне я недавно консультировал стоматологию которая особо никак там не представлена в интернете но у них есть . там в спальном районе и если говорить про упаковку бизнеса в оффлайн это как раз вывеска логотип а идентика цвета даже там дорога к этой стоматологии ресепшн как выглядят стены какой ремонт вот это все упаковка я тоже этот нашу к упаковке потому что это контекст да то есть это еще называется контекст люди клиенты когда оценивают вашу услугу они оценивают не только специализацию мастерство вашего врача но они оценивают в общем услугу в сеть все всю информацию которую они восприняли с пяти органов чувств там визуально аудиальная киноэстетика запах и так далее то есть важно не только насколько ваш врач там если у вас стоматология там крутой но и важно как с ним поговорили на ресепшн и какая была дорога к этому да там к этой стоматологии быстро ли он ее нашел если не быстро то он уже с негативной эмоции идет к вам на приемы и соответственно общая оценка услуги будет негативная да при этом врач хорошо поработал если говорить про доставку еды то еда может быть супер классный а от курьера воняет не знаю он поругался на вас там оботерила привез еду в таком скомканном виде либо упаковка не очень сама но имеется ввиду в какой привезли еду поэтому сама еда вкусная но общее впечатление контекст не очень поэтому упаковка это самое важное поэтому и второй момент почему это важно потому что первое что клиенты оценивают это текстовая визуальная информация да то есть это то что мы видим есть такая популярная фраза то есть встречает по одежке провожает по уму я ее немножко перефразировал и я написал встречает по упаковке провожает по продукту какой бы вы классный не были бизнес какой бы вас классный была услуга либо продукт клиенты до вас не дойдут если им не приглянется ваша упаковка то есть то как вы выглядите в интернете потому что именно это привлекает очень простой пример если вы идете по улице и там мужчина красиво там одет да там галстук там костюм дорогой красивые ботинки причем женщина часто смотрит именно на обувь да там у него маникюр сделан то есть он не грязь под ногтями да там красивые там ногти от него пахнет хорошо да то вам хочется к нему подойти вам хочется с ним поговорить даже я вот часто читаю там разные книги по психологии полезно читал там очень классно всем рекомендую не пряхина я не манипулирую тобой он как раз приводит пример того что проводились исследования в компаниях где по внешнему виду людей оценивали оценивали у людей их профессиональные качества чем лучше человек выглядит тем выше оценивали его профессиональные качества хотя прямой зависимости как таковой нету и как правило это это не факт что если человек хорошо выглядит там и ходит в костюме то он профессионал своего дела нет это далеко не факт но люди держатся в голове эту прямую зависимость это то же самое как чем дороже услуга тем она качественнее вообще не факт но для людей это так то есть если вы почитать книгу там психология влияния челдини да то у него один из основных основополагающих факторов да там влияние на людей на клиентов это цена то есть чем дороже тема человек думаешь это качественнее как бы мы от этого никогда не уйдем особенно в россии там у нас прям вот четко вот это я это ощутил когда работал в одной из компаний где мы продавали технику оборудование музыкальное и чек у нас был 15 тысяч рублей при этом очень крутое качество и люди не покупали потому что рядом стояли колонки b&w датский за 150 тысяч рублей и люди не понимали как бы вроде круто звучит за 15000 почему это стоят 15000 типа не обман ли это какое-то и когда в компании подняли цену до 150 тысяч рублей по тому же уровню как и датские колонки b&w там компании которые знаю да там либо джебель то клиенты начали покупать понимаете то есть как бы это важно три правила упаковки которых я часто рассказываю это клиент должен за примерно 15-30 секунд неважно это ваш сайт ваше сообщество в инстаграме понять и ответить на три вопроса куда он попал зачем ему это надо что ему предлагают это три основополагающих момента которые клиент должен для себя подчеркнуть за примерно 15 секунд это средняя продолжительность сессии в интернете вот тоже важный момент поэтому есть такое правило 15 секунд то есть проверьте вашу упаковку ваш сайт вашу подпись в инстаграме понятно ли клиенту кто вы чем вы может быть полезны клиенту да и зачем ему это надо соответственно вам домашнее задание про упаковку задайте три вопроса своим подписчикам либо там друзьям фокус-группе показав им сайт либо там вашу страничку в инстаграме понятно ли куда они попали что им предлагается зачем им это надо и соберите все ответа потом проанализируйте если там какая-то какой-то тренд какая-то ну похожесть в этом да то есть в в ответах на эти вопросы и соответственно там сделайте какие-то выводы по улучшению вашей упаковки текста визуальной информации на вашем на вашей литген страничке и последнее что хотел сегодня сказать вы должны помнить что любая коммуникация в интернете если быть про маркетинг должна придерживаться основополагающего правила 1 боль и 1 решение нужно продавать результат они процесс соответственно два этих правила одна боль и одно решение и нужно продавать результаты не процесс не знаю поясните себе где-нибудь там в офисе там за там сделайте себе татуировку такую до потому что первое да вот 1 боль 1 боль одно решение нужно избавляться от мульти канальности мульти задачности в мультизадачности на сайте, сайт должен выполнять одну функцию. Он не должен выполнять 100-500 функций. Взять контакт, продать, заинтересовать, чтобы клиент посмотрел видео, чтобы он подписался. Каждая страница одну задачу выполняет. Первая задача – взять контакт, потом страница благодарности. Задача следующая – допродать, либо чтобы клиент подписался на Инстаграм. Потом ему приходит письмо. В письме можно ему показать презентационное видео про компанию. То есть каждый шаг выполняет одну задачу. Потому что простой пример, который часто привожу, когда вы приходите в ресторан, вам дают вот такое толстое меню из 500 позиций, вы, скорее всего, ничего не выберете, либо выберете то, что вам знакомо. Поэтому сейчас популярны монорестораны, которые продают только одно, специализируются на одном – бургерное, пельменное, хинкальное. Потому что людям легче выбрать. Они понимают конкретно, зачем они идут и что они получат. В книге «Злоу маркетинга» приводится пример, когда на ярмарке продавали джемы. Сначала продавали 10 позиций джемы, потом 3. И когда продавали 3, продажи увеличили за счет того, что меньше просто позиций. И нужно продавать результат. Часто вижу в рекламе, что продается процесс. То есть технические характеристики, как это будет делать. И клиенту пофигу, как это будет делаться. Продайте ему результат. Что он получит. Все, я закончил. Я вписался в тайминг. Надеюсь, вам понравилось. Еще раз повторюсь, меня зовут Макс Белоусов. Я соуснователь агентства «Эвенчер». Будем рады поработать с вашим бизнесом, с вами. Если я вас заинтересовал и те вещи, о которых я говорил, вам актуальны. Мы занимаемся упаковкой, продвижением и стратегией. Можете подписываться на мой инстаграм. У меня никнейм «Небо табу». Если вы выложите меня в сторис, я вам обязательно скину полезные бонусы. И буду рад с вами общаться дальше. Спасибо большое организаторам, что позвали меня выступить. Надеюсь, вам было полезно. Спасибо.